Привет, мама и папа, и все, кто, может быть, захочет послушать эту необычную, наверное, в чем-то серию. Я думала об этом в течение какого-то времени. Мне хочется продолжать какое-то чтение вслух, и по нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, это просто такое очень приятное занятие, и поскольку это приятное занятие, почему бы им не заняться, правда, если оно доставляет нам радость. Во-вторых, поскольку у меня особо нет навыков разговорной речи, не с кем мне особенно так вести беседы, я подумала, что вот так же, как для писания, в общем-то, важно писать, читать и писать. Это очень важно. Я думаю, что точно так же для говорения важно проговаривать вслух. И то, что я проговариваю какие-то свои собственные мысли, пытаясь вам проговаривать на видео, это одно. Но еще, мне кажется, будет вполне интересно почитать что-то вслух. Вот именно одна из целей такого чтения вслух, чтобы немножко как-то улучшить свою разговорную речь. Вот, как ни странно, мне это нужно, мне, русскому человеку, который живет уже много лет вдали и от России, и от русских, в общем-то, мне это нужно. И я думала о каких-то художественных произведениях, и я, наверное, это тоже попробую делать. Не знаю, решусь ли я читать стихи, но, может быть, какие-то рассказы или другие прозаические произведения. Но я посмотрела на свои полки, и, вы знаете, вот мне захотелось именно вот эту книжку взять сегодня в руки. Я не знаю, почему вот она меня позвала. Юрий Михайлович Лотман, это очень-очень известный филолог, культуролог, который делал на эстонском телевидении. Сейчас я вам скажу точно, когда. В 1976 году началась эта вот серия лекций. И в течение пяти лет записывали 35 всего лекций, 5 циклов. В течение шести даже лет, но 5 циклов лекций, которые были посвящены культуре, русской культуре. И книга эта называется «Воспитание души». И вот в нее входят воспоминания Лотмана, интервью Лотмана и беседы о русской культуре, которые изначально были на телевидении, то есть он беседовал. Он был просто необыкновенно талантливый рассказчик. Я не думаю, что мне приходилось слышать, но это вот просто он известен тем, что очень-очень интересный был рассказчик. Вот, и после эти вот серии передач, серии бесед о культуре, которые он вел на эстонском телевидении, их сделали, приложили в письменную форму и вот издали в виде книжки. Я не знаю, сколько я из этого, может быть, всего одну лекцию прочитаю. Ну, мы посмотрим, как у нас пойдет. Итак, цикл первый из пяти циклов. Цикл первый называется «Люди, судьбы, быт». Юрий Лотман. Лекция первая. Передача вышла в эфир в 1986 году. И текст публикуется впервые. Сейчас я вам скажу, какой это год. 2003 год, год, когда моя дочка родилась, впервые был опубликован этот текст. Итак, первая лекция. Добрый день. Сегодня мы начинаем серию лекций, посвященных истории русской культуры. Но слово «культура» – слово очень объемное, включает слишком много и нравственность, и весь круг идей, творчества человека. Эта огромная тема, конечно, не может быть нами охвачена в тот короткий срок, который у нас есть в распоряжении. Мы будем говорить о более узких вещах, но все-таки имеющих важное значение. Если подумать обо всем том, что я сейчас сказала, о вопросах этических, художественных, семейных, исторических, все, что входит в понятие культуры, то у всех этих понятий будет одно общее – культура есть память. Культура складывается и у отдельного человека, и в обществе, когда работает активная память. Культура всегда связана с прошлым опытом, всегда подразумевает некоторую непрерывность нравственно-интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И в этом смысле, когда мы говорим о нашей современной культуре, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь очень большой. Он насчитывает тысячелетия, перешагивает через границы исторических эпох, через границы национальных культур. В общем, мы погружены в одну культуру – культуру человечества. Но есть и более узкие, более частные сферы. Есть память человека. И у всех есть память детства, без которой мы не были бы людьми. Память нашей жизни, память о жизни наших родителей, семейная память, память города, память народа. Это все образует разные этажи, разные сферы культуры. Сегодня начнем разговор об одной области культуры, в которой тоже есть память. Это культура быта. Мы изучаем литературу и любим читать книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнует Наташа Ростова или Андрей Балконский, герои Золя, Флабера, Бальзака. И мы с удовольствием читаем книги, написанные 100, 200, 300 лет тому назад. Мы видим, что эти герои нам близки. Они любят, ненавидят, совершают хорошие или плохие поступки. У них есть честь или бесчестье. Они верны в дружбе или являются предателями. И все это нам понятно. И вместе с тем, очень многое в их поступках нам непонятно. Или понятно неправильно. Понятно приблизительно. Мы понимаем, что они с Ленским поссорились. Но как они поссорились? Почему они вышли на дуэль? Почему Пушкин сам подставил свою грудь под пистолет? Мы много раз будем рассуждать, что лучше бы он этого не делал. Ведь мы бы как-нибудь иначе обошлись. Между тем, не понимая обычной жизни той поры, мы на самом деле не понимаем ни искусства, ни людей той поры. И в каком-то смысле не понимаем самих себя. Потому что такие понятия, как совесть, честь, духовная жизнь, не рождаются на пустом месте. Знаем мы это или не знаем. Хотим мы этого или не хотим. Они имеют историю. И эта история живет вокруг нас и в нас. Меняется жизнь. Меняется атмосфера. Меняются вещи, одежда, обычаи. Меняется социальная организация. И люди в чем-то думают по-разному. Все люди любят всегда. Но любят по-разному. Вот когда-то, в 30-е годы прошлого века, Гоголь возмутился. Позапрошлого века уже. Гоголь возмутился. Во всех романах говорится о любви. На всех сценах изображают любовь. А какая любовь в его гоголевское время? Такая ли она, какую на сцене показывает? И Гоголь говорил, что в его время не сильнее ли действует выгодная женитьба электричества чина? Слово электричество Гоголь употреблял в смысле магнитная притягательность. Денежный капитал. Оказывается, любовь гоголевской эпохи это и вечная человеческая любовь. И вместе с тем, это любовь Чичкова. Помните, как он на губернаторскую дочку взглянул? Это любовь Хлистакова, который цитирует Карамзина и признается в любви сразу и Гордничихе, и ее дочке. У него легкость в мыслях необыкновенная. Человек меняется. И для того, чтобы представить себе смысл поступков литературных героев, ведь мы равняемся на них, и они как-то поддерживают нашу связь с прошлым, нам надо представлять себе, как они жили, каков был окружающий их мир, каковы были общие представления, нравственные представления, служебные идеи, обязанности, каковы были у них привычки, одежда, почему они поступали так, а не иначе. Вот это и будет темой нашего краткого разговора, который захватит переломную эпоху русской жизни. От начала XVIII века до приблизительно конца эпохи Пушкина и Декабристов. Это я и предложу вашему вниманию. Сегодня мы поговорим о XVIII веке. XVIII век – особая эпоха. С одной стороны, исторически не так уж и давно, но что значит для истории 200 лет? Это очень мало. С другой стороны, это уже очень давно, потому что мысли и чувства, поступки тех людей от нас очень далеки, хотя что-то будет нам очень близко. И еще XVIII век характерен и интересен тем, что это век перелома. Жизнь, которая сложилась и имела свои ценности, начала быстро меняться. Люди XVIII века, как всегда, бывают с новаторами, а это все были новаторы, люди, которые рвались вперед. О прошлом думать не хотели, прошлое ломали, старое здание разрушали, старыми обычаями гнушались. Не все, конечно, об этом мы будем говорить, а люди, которые разделяли идеи императора Петра I и окружали его, то есть люди реформы. Это была эпоха реформ. Эти люди открыто, сознательно, темперамент нарвались с прошлым, и им казалось, что они создали совсем новую Россию. Например, современник Петра Сатирик Кантемир типичный человек этой эпохи. Сам он сын молдавского князя. Отец его Дмитрий Кантемир был известный в Европе писатель. Написал на латинском языке историю Турецкой империи. Потом, как сторонник Петра, должен был бежать из Турции, а сын его уже русский поэт Антиох Кантемир. В одном стихотворении Кантемир выразился так «Мудры не спускают с рук указы Петровы, коими стали мы вдруг, народ уже новый». Это слово «новый» казалось просто магическим. Все новое хорошо, все старое плохо. Когда Петр I скончался, то человек нового склада, которого Петр фактически поставил во главе русской церкви, архиепископ Феофан Прокопович, говорил в своем слове «Август, римский император, за великую честь себе считал сказать, что обрел Рим кирпичный, а мраморный оставляю. А наш великий император, деревянную он обрети Россию, а сотвори золотую». Казалось, что Русь прежде была деревянная, что было, между прочим, совершенно неправильно. Да Петровская Россия была украшена каменными строениями. И чтобы подчеркнуть разницу, Петр запретил во всех городах, кроме Петербурга, строить каменные дома. Везде должны были строить деревянные, потому что остальная Россия была для него только как бы материалом, а любимым его парадизм был Петербург. Вот он и будет европейским городом, будет каменным. Камень, вода – это Петра очень привлекало. И так появились новые люди и новый быт. Новый быт и новая жизнь складывалась с ориентации на Европу. Петр не только поощрял, но и принуждал молодых людей ездить в Европу учиться. Как вы помните, сам он совершил поездку в Голландию. Вообще проехал через всю Северную Европу. Хотел обязательно поехать на юг, но в Москве произошел мятеж, и он должен был срочно вернуться. Мы имеем много записок этих молодых людей, которые оказывались в Европе в очень трудном положении. Деньги им отпускали скупо, забывали посылать, языка они не знали, а требовали с них ремесло. Например, Конан Зотов, потом известный капитан флота. Он был сыном дядьки Петра. Это такая нянька мужского пола, Никиты Зотова, известного тем, что он был человек добрый и запойный пьяница. Отец был запойный пьяница, Петра не воспитывал, потакал ему в разных безобразиях, а сын был очень порядочный человек. Но сын учился в Голландии, голодал там и писал Петру, что не знает то ли языку, то ли ремеслу учиться. Их бросили и все. Но потом эти люди приезжали в Россию и становились новыми людьми, приносили новые бытовые привычки, и им казалось, что они европейцы. Так сложился тот особый быт, который старые люди отвергли и считали каким-то новшеством. Он и был новшеством. И считали его очень западным. Но на самом деле он не был очень западным. Скажу вам только одно. Приблизительно в эту пору начал складываться помещичий уклад и оформляться крепостное право. Окончательное оформление крепостного права это, конечно, исторический грех Петра. В зависимости крестьян, их несвобода существовала и прежде, но оформленная бюрократическая система, когда большинство населения оказывалось несвободным, это, между прочим, плод того, что воспринималось как европеизация. Хотя в Западной Европе от крепостного права остались только пережитки, а страны Восточной Европы находились в процессе ликвидации крепостного права. В России оно, напротив, начало усиливаться, приобретать довольно уродливые формы. И это тоже влияло на быт. Хочу привести один пример. Старая допетровская патриархальная православная Русь, конечно, не могла допустить официального или полуофициального существования такого явления, как крепостной гарем. Того, чтобы у помещика в доме находилось много крепостных девушек на положении наложниц. Между тем, как в 18-м начале 19-го века это стало обычным и воспринималось, как ни странно, как черта европейского быта. Хотя, конечно, никакого соответствия жизни в Европе это в Европе не имело. Есть мемуары Януария Неверова, где он очень подробно описывает это явление. Девушек брали из деревни, одевали в модные европейские платья, учили французскому языку, они читали стихи. А если какая-то провинилась, то ее одевали снова в мужичье, то есть в неевропейское платье, и отсылали в деревню. Таким образом, пребывание в гареме мыслилось, как некоторое приобщение к европейской культуре. Кстати, сам Неверов мальчик именно среди этих гаремных девушек впервые начал читать Жуковского и других поэтов. При всем том, это скорее анекдотические явления, но в культуре происходили некоторые очень серьезные события, прежде всего внутренние. Они привели к резкому разделению всего русского общества на три большие группы. Дворяне, которые именно в послепетровскую эпоху образовали замкнутую сословную касту, разночинцы и крестьяне. Дворяне – это особая группа, она выделялась внешностью. Мужик – крестьянин сохранил и старую допетровскую одежду, и бороду. Борьба Петра с бородами шла очень жестоко, совершенно неоправданно, но крестьян он не тронул. Крестьяне как бы находились вне культуры. Дворянин был бритым, или, как в народе говорили, имел босое лицо. Уже этим он выделялся. На боку у него была шпага. Шпага, которую носил дворянин, была не только оружием, и не столько оружием, она была знаком чести. О чести и придется поговорить. Тот, кто носил шпагу, оказывался в особом положении. Его нельзя было оскорбить. Он был избавлен, хотя и не сразу. Законы, определявшие сословное положение дворянства, складывались постепенно от телесных наказаний. Понятие чести – это понятие личного достоинства. Вообще, послепетровские правительства мало ценили человеческое достоинство или вообще его не признавали и многократно пытались и у дворянина отнять право на особое достоинство. Происходила борьба. Не надо думать, что если в социально-классовом отношении самодержавная власть и дворянское сословие в общем опираются на одни и те же корни, то между ними не было противоречий. Противоречия были и очень острые. Это приводило к тому, что весь XVIII век был заполнен переворотами. Царей, которые как бы должны были быть особыми неприкосновенными, поскольку венчание на царство сопровождалось помазанием лба священным миром, царей убивали. В XVIII веке особенно активной стала гвардия, созданная Петром как привилегированное ядро армии, но очень быстро превратившаяся в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом. Как ни говорите. Гвардия давала и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг. Очень часто в минуты смуты именно пьяные забулдыги выходили вперед, как было в 1762 году. Это была очень важная рубежная дата, когда Екатерина II, тогда еще просто императрица Екатерина Алексеевна, свергла своего мужа Петра III и воцарилась на престоле с помощью гвардейцев в значительной мере своего любовника Григория Орлова и гвардейской буйной шайки. Но очень скоро эти люди, которые не знали, как расплатиться с долгами и пьянствовали по кабакам, стали графами, князьями, получили огромные имения, даже стали довольно заметными людьми в русской истории и имели военные заслуги. Например, Алексей Орлов проявил себя как великолепный адмирал и выиграл несколько решительных сражений. Эта сложная движущаяся жизнь обрекалась в особые бытовые формы. Я вам уже сказал, что дворянин был бритым. Он одевался не так, как одевался крестьянин. В Допетровской Руси не было резкого отличия в покрое одежды. У боярина была богатая одежда, у крестьянина бедная, но покрой был традиционный, в общем, он сводился к нескольким фасонам. Бытовая жизнь шла от одного церковного праздника к другому, по общим установленным веками сложившимся нормам. Крестьянин мог с ненавистью смотреть на боярина, но никогда не воспринимал его как иностранца. Между тем, как дворянин в 18 веке для человека из народа начал казаться иностранцем. Об этом писал позже Грибоеда в статье «Загородная поездка», где он говорил «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими?» Покрой одежды стал иным. Длинные порты заменялись короткими французскими кюлотами. Это были штанишки до колен, они застегивались на пуговички, ниже шли шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. Особые щеголи в конце 18 века, подражая французским принцам, носили красные каблуки и серебряные или золотые застежки на туфлях. Верхняя часть мужской одежды состояла из кафтана, под которым был камзол. Камзол это что-то вроде жилета с рукавами. Кафтан и камзол были из тяжелых дорогих материй, особенно кафтан. Камзол часто был шелковый, иногда бархатный, иногда было несколько камзолов. Щеголи надевали 3-4 камзола, это казалось очень красивым. Дамы носили платья, которые народу казались срамными, поскольку верх платья был сильно открыт, декольтирован. В Допетровской Руси женская одежда была совсем другой, потому что и женщина вела другой образ жизни, не публичный. Хотя не следует думать, что женщина в Допетровской Руси была угнетена и не играла никакой общественной роли, но светской жизни она не вела. Широкая нижняя юбка с фижмами, декольтированный верх, обилие украшений, сложные прически создавали совершенно особый вид женского костюма. Внутренний порядок дома тоже изменился. Изменилась система дворцовых интерьеров. По дворцах жили немногие и вообще во дворце жить было неуютно. Парадные комнаты дворца, занимавшие, как правило, белье этаж, второй этаж, часто вообще были нежилые. Например, сам Петр не любил больших помещений, при высоких потолках спать не мог и даже версали. Ему натягивали над постелью холщовый полог, чтобы было ниже. Над парадными залами располагались жилые помещения. Если парадные залы и жилые были на одном этаже, то они резко различались размерами. Например, табакерка, комната в царском стиле, где была спальня Екатерины II. Рядом с большими залами, такими как тронный, а также серебряный кабинет, янтарная комната, утраченная потом комната из янтаря, табакерка была маленькой, даже крошечной по тем представлениям. Жилые комнаты были маленькими, они уже потому не могли подражать европейским, что в России климат другой, холодно, поэтому большое место в интерьере, во дворцовом и в более скромном помещичьем, занимала печь. Печь вообще вещь старая, связанная со сложными мифологическими представлениями. Печь дает уют, без печи жить нельзя, поэтому ей уделялось много места. В XVIII веке сразу же встал вопрос об изразцах. Их сначала ввозили, голландские ультрамариновые, потом стали делать в России, но, несмотря на печи, все равно бывало холодно, потому что приехавшие архитекторы планы зданий брали иностранные, начали строить анфилады. Так построен царскосельский дворец, и так строили и частные особняки. Это такое расположение комнат, когда коридора нет, а комната следует за комнатой, и они образуют как бы одно огромное помещение. Двери, 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 все видно сквозь эти двери. Это было очень удобно в Италии, создавало освежающий прохладный воздух. В России во время балов в декабре месяца открывали окна, а вентиляции не было. К концу бала свечи горели тускло, и лица, находящиеся на другой стороне зала, уже расплывались. Тогда ледяной воздух тянул по всей анфиладе, как по трубе. Дивиджи начинали вывозить в свет с 14 лет. В 14 лет девушка кончала свое образование и была на выдании. В 15 лет как правило уже невеста, а в 15-17 лет выходила замуж. В 20-22 года она, извините меня, уже старая девка. И если не богатая, то мало шансов замуж выйти. Так вот в этих тянущих холодным воздухом анфиладах девушки простужались, потому что бал, танцуют, потные, грудь, шпина открыта. Девушки умирали. Как для юноши было нормально в 18-20 лет умереть, погибнуть на какой-то бесконечный, на какой-то из бесконечных войн, весь 18 век были войны. На штурме крепости это была завидная смерть. Так и девушки тоже. В 16 лет очень часто чахотка. Зато те, кто выживали, жили лет до 80. В 18 веке еще были большие семьи, женщины рожали по 15-19 детей. Правда, и детская смертность была высокая. Вот так начал складываться этот новый мир. Но в дальнейшем мы поговорим еще о его внутренней организации и несколько слов, скажем, о быте, окружавшем этих людей. Это конец первой лекции. Я еще раз вам показываю книжку. Это Юрий Михайлович Лотман. «Воспитание души» называется «Книга», которая вышла в 2003 году. И, значит, помимо воспоминаний и интервью Лотмана, здесь также приведен текст его телевизионных лекций, которых всего было 35. 35 лекций, то есть, вот сколько минут у меня заняло вот это вот чтение, я не знаю точно, минут, может быть, 20-25, то есть, вот такой величины вот эти 35 лекций. Мне очень интересно, мне очень-очень интересно читать, конечно же, я не Юрий Лотман, разумеется, я представляю себе, что его лекции были намного живее, вот, но мне интересно читать, я надеюсь, что вам тоже интересно, и мы будем продолжать. Мне кажется, что это такое замечательное времяпрепровождение, и когда мама и папа здесь у нас были, мы читали, мы устраивали такие семейные чтения долгими зимними вечерами, мы читали, конечно, что-то обычно детское, чтобы Анютке было интересно, но мы также читали из Пушкина, и мне кажется, это тоже замечательная была бы такая традиция, если бы мы с вами вот в такой форме тоже что-то почитали из классиков, и может быть, и детскую тоже литературу, я, например, ее просто обожаю. Вот, я вас очень люблю, и буду ждать ваших отзывов, и буду ждать второй лекции, второй лекции.